Механизм указателей очень широко используется в C++ Однако у указателей есть множество недостатков Поэтому кроме указателей в C++ были введены ссылки Ссылки очень похожи на указатели по своей сути, но являются некоторым упрощением Для того, чтобы понять, зачем потребовалось вводить ссылки, давайте обсудим, какие недостатки есть у указателей Во-первых, использование указателей синтактически загрязняет ваш код Вам приходится часто использовать оператор разменования и оператор взятия адреса Кроме того, использование указателей внутри алгоритмов сильно затрудняет понимание этих алгоритмов Как мы видели в прошлом сегменте, кроме указателей на значение, что в принципе достаточно простой объект Существуют указатели на указателе То есть сущности, у которых есть два уровня косвенности Также бывают указатели на указателе и так далее Соответственно, если вы используете несколько уровней косвенности, это сильно затрудняет понимание непосредственно алгоритма, который описан Кроме этого, у указателей есть проблемы с неинициализированностью Если вы объявите переменную типа указатель и забудете его проинициализировать, то там будет какой-то адрес Тот адрес, который соответствует значению байтов на стеке, то есть как повезет И в некоторых случаях этот код может работать нормально, то есть вы обратитесь к памяти, которая принадлежит вашей программе А в некоторых случаях программа будет падать, то есть использование неинициализированных указателей ведет к неопределенному непредсказуемому поведению Поэтому всегда стоит инициализировать указатели, всегда стоит их, если вы сразу же не присваиваете им код значения, то присваиваете им значение 0 Следующая проблема заключается в том, что даже в корректном коде неинициализированные указатели — это некорректный код, то есть обращение к неинициализированному переменению — это ошибка в вашем коде Но даже в корректном коде могут быть проблемы, связанные с тем, что у указателей существует нулевое значение, это корректное значение для указателя Но если вы обратитесь к нулевому указателю, то произойдет ошибка Поэтому в те ваши функции, которые принимают указатели, вам нужно всегда проверять, а не передали ли вам 0 вместо указателя Соответственно, это также нагромождает код, то есть везде нужно проверять указатели на равенство нулю Либо явно в описании функции указывать, что да, эту функцию нельзя вызывать от нулевого указателя Четвертая проблема заключается в том, что при использовании арифметики указателя очень просто промахнуться, выйти за границу массива и из корректного указателя сделать некорректный указатель Субтитры создавал DimaTorzok